всем привет вот хотел вам показать сегодня автомобильный электроподогреватель куплен он был вчера то есть вчера у нас какой 30 ноября 2016 года стоимость обогрев подогревателя автомобильного в магазине у нас здесь 1685 рублей 00 копеек сразу хочу сказать это никакой не обзор это просто я вам показываю какой обогреватель и почему такой обогреватель решили ставить на ладу приору лада приора то наш российский автопром любимый вот значит наступает зима зимой у нас до минус 36 до 40 градусов бывает по неделе держится морозы поэтому если автомобиль стоит на улице то лучше будет когда он будет подогреты перед запуском потому что конечно существует масла существуют всякие там запуски или еще что то ну вот подогреватель когда двигатель теплый подогреватель нагревает до плюс 80 так сейчас прочтем температура срабатывания отключения терморегулятора 70 градусов вот здесь вот 70 потребляемая мощность полтора киловатта и 2 киловатта ну видимо в одну коробку кладут и полтора и два киловатта они по размерам одинаковые мощность разная 220 вольт 50 герц степень защиты ip34 не знаю что это такое за степень защиты масса 650 грамм подогреватель автомобильный электрический называется старт classic старт фирма которая выпускает пока не могу лицезреть а вот предприятие изготовитель ооо тюмень авто деталь в тюмени находится улица малышева кому интересно в интернете найдут что и как значит скрываем этот подогреватель естественном магазине мне его показали сразу не проверили комплект входит вот такая вот пластина держатель видимо это приворачивается блоку цилиндров там есть вот как раз 4 буду ставить покажу сам подогреватель вот его корпус вот эти вот вот к этим местам он крепится как этого можно креп прикрепить даже не знаю но я на картинке смотрел что вот к этим местам дум потому что здесь больше отверстия то нет вот нарисована стрелка то есть когда вода нагревается нужно ставить подогреватель вот так вот вверх сюда она должна поступать холодная из блока цилиндров а сюда через вот этот вот поступать верхний патрубок радиатор ладно продолжим пластина еще сам подогреватель такая трубка или как шланг армированный за сколько он держит 1 2 50 сантиметров могли не спросил хватит нет хватит вот это вот сделан тройник разрезается разрезается из из радиатора верхний патрубок выходит тут он разрезается и туда вставляется то есть и потом соединяется подогреватель куча болтов это у нас переходник там сливная пробка в блоки где-то вот переходник ворачивается тут резьба точно такая как у сливной пробки на нее опять же одевается вот этот вот шланг переходник латунный скорее всего ли бронзовый не знаю на зуб не брал здесь хомуты болты вот еще какой-то держатель куда-то должен цепляться вот так вот не знаю это еще буду смотреть и инструкция 3 всего вот она инструкция как он крепится крепление а интересно и все так вот так вот как-то короче говоря замудрена ну что будем подгонять как можем это у нас все автомобильный электроподогреватель старт classic схема подключения общее указание внимание техническая безопасность внутри стоит тэн вот здесь по схеме вот схема подключения его как раз сам двигатель из блока цилиндров выходит и как бы в головку возвращается и постоянно крутит ну что думали думали взять подогреватель с насосом во первых он дороже обойдется рублей на 600 700 чем этот подогреватель и потом решили что неизвестная у нас антифриз человек товарищ мой да я сам неоднократно в 40 градусный мороз открываешь крышку а там вместо антифриза вместо этого тасола такая закристаллизированная такая водичка типа вот и вот если брать с насосом его сразу включить то есть насос начнет не получится и у него гонять эту кристаллизичную кристальную вот эту можно сказать желе не жидкость а желе и есть вероятность что он сломается поэтому взяли простой он и подешевле и просто ты нагревает вода нагревается нагрелась до 70 остыла опять нагрелась и там течение какого-то времени я думаю в течение часа любой двигатель он прогреет а если включить его на ночь оставить чтобы постоянно гонял включился выключился двигатель всегда как говорится будет стоять под парами вот сам такой у нас подогревать буду сейчас устанавливать вот в это место где-то вот в это место скорее всего будет устанавливаться подогреватель это я ключ установил чтобы было видно пробку вот эта пробка должна будет открутиться и в нее должен быть завернут вот этот вот штуцер бронзовый вот он переходит который на шланг шланг это вот этот вот вот ну сейчас думаю как сюда прикрепить вот эти вот крепежи как сюда прикрепить какую-то пластину 10 в наборе я показывал одна пластина 2 пластина как будет он висеть не знаю потому что сам сам подогреватель видите только два отверстия наверху то есть вот его так вот будет калашматить желательно бы его так вот как-то поставить чтобы он на что-то упирался не посмотрим тасол здесь уже слит так как двигатель был на капитальном ремонте как сливал тасол у меня есть видео смотрите плейлисты про ладу приору на моем канале кому интересно как сливал тасол я сейчас я отворачиваю заглушку потому что нужно установить как я уже говорю опа видите собралось то соло еще хотя все было слито подставлял я всем мало конечно три граммульки здесь но тем не менее собрался тасол вот видите здесь такой болт резьба на конус идет головка болта шестигранник на 13 а резьба на конус вот точно такая же резьба на конус устанавливает я сейчас буду устанавливать вот такой вот вертыш потом в этот вертыш видите тут резьба подогнана вот потом этот вертыш я одену шланг который идет в комплекте я показывал и вот здесь вот наверное где-то вот в этом месте установлю подогреватель все сейчас намажу немножко герметиком так для самоуспокоения он и без герметика не побежит но так чуть-чуть мазну чтобы десет все-таки хотя можно не мазать так а тут у нас ключ скорее всего на 17